Здравствуйте, с вами Архив Андрей Боровский, Антоники Финансов. Обсуждаем совершенно рано, как обычно, закрытие пятницу. Насколько минут про наши деривативы. Вот просто давайте в чат, как обычно, право нижнего ваше экрана. И, в общем, смотрите на YouTube. Давайте перейдем сразу к делу, посмотрим, что у нас происходит на рынке. Начнем с изменения объема открытых позиций в опционах. Давайте сначала недели посмотрим, как у нас поменялись. То есть, с конца 12, в совершении 12 апреля, и по текущий день. Перед вами у нас июньские опционы, 145-е, которые больше всего приросли, точнее, больше всего приросли 135-е. Но 145-е тоже показали нормальную динамику. В два раза меньше, судя по всему, их приросли было. Ну и не исключено, что это было связано с построением обратно пропорциональных спредов, про которые мы с вами говорили. Только на путах их делали. 145-е и дальние покупаем, 135-е и ближний продаем. Соответственно, основной риск между 135-м и страйками, если выходит за них, то тут, в общем-то, или ноль, или в плюсе. Но это что по динамике. Поэтому, если моя логика верна, то ориентация на рост у нас сохраняется, но, тем не менее, это все проходит очень осторожно. Так, июнь. И давайте апрель. Ой, не апрель, какой? Май, 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 май. Ну, за неделю, да, конечно, после экспирации у нас больше прирост на 140-х колах, как на центральных. По опыту там народ все-таки хеджируется, 130-е, 125-е и 120-е колы, прошу прощения, куда набираются. Ну, вот то, что у нас по 140-м колам основной прирост, то есть, если мы с вами посмотрим на график, это 140-го, но это, скорее, продажа опционов, поскольку на месяц это как раз те самые целевые уровни, выше которых, если цена пойдет, то, в общем-то, она пойдет, или, наверное, 10 раз нужно будет перекрыть позицию, и есть высокая вероятность все-таки, что цена до туда не дойдет. Пока, честно говоря, меня на продажу опционов не тянет, поскольку времени до экспирации еще много, и на следующей неделе уже можно будет подумать. Я думаю, что мы этот момент с вами обсудим. Вот, поэтому 140 тысяч пунктов по фичерсу на индекс РТС граница, судя по опционам, позиции, граница хребания рынка на ближайший месяц, а по, судя по всему, по данным опционам, это все-таки покупки, но покупки осторожнее. Вот, так, давайте на волатильность посмотрим. В общем, волатильность, на самом деле, хоть индексы на сегодня, индекс волатильности у нас стабильнее, поскольку, ну, если посмотрим на спот, у нас там практически ни о чем объемов, скажем так, совсем небольшие на первую половину дня. Волатильность сегодня, скорее всего, при сохранении такой динамики, скажем так, при сохранении такой реальной волатильности, ожидаемо у нас упадет, поскольку сегодня пятница, нужно в ценных опционах учитывать временный распад, и есть вероятность того, да, что опционы у нас подешевеют за счет именно эффекта пятницы и падения ожидаемой волатильности. Пока у нас минимальная волатильность по единицким контактам до примерно 21,5 пункт, ну, а по центру это где-то в районе 24, что, конечно, выше, чем на прошлой неделе, но, тем не менее, мне, как я уже говорил, не на настолько высоком уровне, не на уровне 3 пунктов, как это, в принципе, могло бы быть, как я считаю, адекватный уровень ожидаемой волатильности по опционам на сегодня. Это был июнь, ну, по мае тут, в общем-то, тоже в среднем 21-22. Под центральным страйком 24, следующий уже 125. Улубка, как вы видите, значительно более острая, поскольку это, естественно, месячные контракты, и минимальный страйк у нас через один, точнее, минимальный волатильность на страйке, следующий за цедральным страйком. Это у нас получается и вот по бедерску 135 и 140 вольт. По большому счету, судя по такому расположению, ориентация на рост у нас невысокая, поскольку в условиях медленного роста минимальные страйки у нас через 2-3, прошу прощения, страйки с минимальной волатильностью у нас через 2-3 оцентальных, то есть где-нибудь 145-150. То есть пока рынок у нас не готов расти на ближайшее время. Хотя, ну вот опять же, если по форме улубки волатильности на 1 смотри, то тут вполне подъем вероятен. И как мы видели, обнимаемость этих позиций, и, собственно, формула улубки этого не исключает. Сегодня у нас особо никаких новостей нет, насколько я знаю, вечером Америка там только облигации размещает, ничего интересного пока не планируется, если мы с вами обратимся к стратегии, то, что обсуждали, я про пропорциональный путь спред, то тут по большому счету все по 0, поскольку текущая цена базового актива у нас находится на центральном страйке и на страйке купленных опционов. То есть от этого уровня дальше наверх нам нужно, чтобы цена, точнее, дальше вниз нужно, чтобы цена базового актива, цена фичерсов у нас шла. Ну и все-таки пока критичный для нас уровень 135 тысяч пунктов по фичерсу на индекс РТФ. Посмотрим, что будет на следующей неделе, если ситуация будет сохраняться, то я думаю, что будем менять свой позитив для того, чтобы не остаться кооперацией в этой яме. Ну, можно менять вплоть до закрытия. Вплоть до закрытия всей этой конструкции, перехода, например, на простые пропорциональные колл-спреды. Вот такие соображения и параметры. Кстати, рубль у нас достаточно волатильный. Я тут недавно заикался, что только к концу следующей недели у нас 32 рубля можно делать. Но по факту 32 200 уже сейчас делали, но высшая цена не идет. Судя по волатильности, тут нет только в нефти дела. Поэтому я пока рекомендовал, если торговать на высокой волатильности, то исключительно 3 дня, потому что в долгосрочной перспективе, такой среднесрочный, пока нормальный сигнал вставлен на покупку и продажу, как я вижу, сейчас не поступает. На Intraday с такими объемами выливания и выливания из рынка, тут как раз самое время для спекулянтов, для свинкеров. И трендовые модели тут срабатывают у нас вообще отлично. Поэтому трендовые модели на Intraday мой выбор на сегодня по рублю доллару. Так, ну, в общем, вроде как все у меня на сегодня. Безисполезная информация. Если есть вопросы, давайте, пожалуйста, я еще минут пять буду в чате. Если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Встретимся с вами в понедельник. В 13.00 будем обсуждать обнимательской позиции на американском Союзном рынке. Всем спасибо за внимание. Хорошо отдохнуть. До свидания.